Правительство Тулы, Роспотребнадзор, Минздрав, МЧС и сотрудники полиции призывают всех жителей оставаться дома в период карантина. Напоминаю, что коронавирусная инфекция очень опасна, она не щадит никого. Уважаемые жители города Козыла, коронавирус – особо опасная инфекция. Проводится социальное разобщение жителей. КОРОНАВИРУС ПЕРЕДАЁТСЯ ВАЗДУШНА КАПЛІННЫМ ПОТЁОМ. МАСИТЕВ МАСКИ, МИНЯЙТЕ МАСКИ, КОРОНАВИРУС ТЫМЫШ ОРГАНЛАРНІНЦА АГАР ВІЛАКИРЕР. МАСКАДАН ГЕДНЕР, СОЛУП КЕДЕРІ НУТПАНЫР, ТЫМЫШ ОРГАНЛАРНІН КАНГЛАНЫР. Уважаемые жители, держитесь на расстоянии не менее одного метра от других. Коронавирус опасен. Оставайтесь дома. Запретите пожилым членам семьи выходить из дома. Для них вирус очень опасен. Соблюдайте правила личной гигиены. Чаще мойте руки, дезинфицируйте руки. Помните, здороваться за руки, обниматься запрещается. Однако не все придерживаются правил карантина. Многие жители продолжают игнорировать призыв оставаться дома, тем самым рискуя не только собственным здоровьем, но и здоровьем других. На главных улицах столицы можно встретить людей разного возраста, многие из которых не используют индивидуальные средства защиты. Домашние обстоятельства, на самом деле, приходится. Ну, так же за продуктами выйти, туалетная бумага, что-то еще. Так, по мелочи, быстро выйти и вернуться обратно, на самом деле. Вот и все. Эта неделя в России объявлена нерабочей из-за опасения распространения коронавируса. Но беспечность козылчан и гостей столицы настораживает. Поэтому накануне сотрудники Роспотребнадзора совместно со спасателями организовали мероприятия по раздаче информационных листовок. Уважаемые жители Республики Това, просим вас соблюдать правила изоляции, сидеть дома, без надобности не посещать места массового скопления людей, без надобности не посещать магазины. И обязательно в порядке соблюдать масочный режим. Маска здоровых людей защищает от заражения, а больные люди должны носить маску для того, чтобы не заразить других. То есть мы ответственны за здоровье свое и своего окружения, своих близких. Также необходимо проветривать помещение несколько раз в день в обязательном порядке. Такие вот меры защитят нас от распространения коронавирусной инфекции. Когда вы будете находиться в изоляции дома, также необходимо соблюдать меры личной гигиены. Часто мыть руки с мылом. Дома проводить влажную уборку один-два раза в день в обязательном порядке с применением моющих средств, хотя бы хозяйственного мыла. Роспотребнадзор призывает граждан не выходить из дома. Нерабочая неделя была видена для того, чтобы минимизировать любые скопления народа. Жителям стоит позаботиться о собственном здоровье и проявить ответственность по отношению к другим. Ведь известно, что вирус нового типа, активен в течение шести часов на любой поверхности.